Добрый вечер всем, кто пришел, удалил машку. Можно начинать. Меня зовут Сергей Белков и тема сегодняшнего рассказа такая, что мы будем есть завтра. Она такая, на самом деле, частично историческая, частично религиозно-философская и частично биологическая. РО, сои, химических консервантов, красителей и стабилизаторов. В них добавлены пищевые волокна, способствующие выведению токсинов и помогающие организму адаптироваться к суровым условиям севера. В планах ученых организовать производство субстратов, которые позволят выпускать арктический фастфорд в любой точке мира. Это один из вариантов, что мы будем есть завтра. Единственный вопрос, который возникает, проверял ли это кто-то вообще на безопасность. Но натуральные вредом не бывают. Все же знают, да? Вот, но, но. Так. Эксперимент. Синтальная лень. Вот. Прежде чем отвечать на вопрос, на самом деле, что мы будем есть завтра, нужно по-хорошему посмотреть и ответить на вопрос, что же мы ели вчера. И тут, когда, если мы ответим на этот вопрос, существует две версии. Первая, что вчера мы ели очень все классно, все было натурально, чистое, экологически чистое, без пестицидов, без гемола. Люди ловили натуральную, настоящую рыбу. Правда, иногда убивали друг друга за еду, как Канин, соответственно, который убил Авеля, да? Вот. Но, тем не менее, жили достаточно дружно, пока не появились разные фальсификации, не начали превращать, например, в вино, воду в вино с помощью разных красителей, консервантов, пищевых добавок. Не начали размножать рыбу планированием, применением биотехнологий. И в результате все пришло, потому что сейчас все у нас в обществе изобилие, все сыты и довольны. Но мне эта версия не нравится, потому что она... Это очень большая угроза, о которой нужно говорить всем. По крайней мере, без ответа на этот вопрос нельзя допускать ГМО. Дело в том, что ГМО – это все-таки стимуляторы роста. И в животноводстве, и в растеневодстве. Быстрее, мощнее, да? В более сжатые сроки, вегетационные периоды и так далее развивается этот мир. И они форсировано истощают плодородие почвы. Они форсировано подавляют нашу естественную фауну и флору. Аборигенные породы растений и животных. Поэтому вот это тоже угроза, которая перед странами, которые очень ценят свою богом данную флору и фауну, они стали... Вот. Министр сельского хозяйства, между прочим. По одному очень. Ты что ж такой-то? Вот. На самом деле, на самом деле, все, конечно, было по-другому. На самом деле, самая натуральная еда была вот такая. Когда люди ходили по саванну в Африке, первые люди, ведь это даже не были сапиницы, разумеется, да? Собирали вот эту натуральную еду. Я тут это варе, видите? Вот. Потом они начали охотиться на мамонта и на прочих животных. И они изобрели огонь. Ну, огонь они, естественно, открыли немножко раньше, чем мамонты. Тем самым, сделав еду искусственной. Потому что в природе, как называется, ни один живой организм на нашей планете не ест жареного мяса. Жареное мясо – это абсолютно искусственный продукт, который содержит в себе абсолютно искусственные химические вещества, образовавшиеся в процессе сжарки этого мяса. И который еще более того повлиял не только на культуру, но и на наш облик человека, на нашу пищеварительную систему, на наши зубы. Потом, когда еды стало понятно, что собирательством и охотой много не прокормишься, начали придумывать разные ухищрения. Вот, например, аборигены в Австралии придумали такой трюк. Так сказать, первые земледельцы на планете были именно, на самом деле, австралийские аборигены. Они выжигали лес, то есть в лесу много животных не ходит, на самом деле, и корешков много не растет. Так они выжигали лес, превращали это, значит, в некое подобие луга, на который уже там росли травмы, росли корешки и сбегались там разные, ну, местная австралийская фауна, которую потом аборигены съели полностью. Вот. Был такой способ земледелия. Но ключевой момент, разумеется, произошел около 12 тысяч лет назад, когда люди впервые генномодифицировали пшеницу. Тогда это не была пшеница, тогда это был другой злак, название Майнкорн. Вот. Он от пшеницы отличался кардинально, и главное отличие, было два главных отличия, на самом деле, от современной пшеницы. Во-первых, у него шелуха очень плотно пристает к семечке, что современной пшенице неслойственно. То есть ее размолоть, на самом деле, на мельнице, ну, проблематично, да. Вот. А во-вторых, когда берешь у него колос, у него все зерна отваливаются, потому что биологически так придумано, да. Никакому растению не нужны зерна, которые висят на колосе. Ему нужно, чтобы эти зерны, скажем, разбросались по сторонам и проросли где-нибудь. Вот. Но случилась какая-то мутация, люди заметили, значит, эту фишку, что вот появился новый злак, в котором зерна не отваливаются, и они начали его использовать и дальше селекционировать, пока вообще не зная, что происходит и зачем они это делают, ну, просто кушать хотелось. И вот получились современные сорта пшеницы. Вот. Потом люди начали портить природу. Они, во-первых, придумали плуг. Вот. Тем самым нарушив полностью всю экосистему всех почв, на которых они работали, и нанося разный урон экологии. Они придумали, соответственно, начали рвить разные ирригационные каналы, строить разные вот эти вот системы, которые напрочь тоже начали убивать экологию, запалачивать почву. Все только для того, чтобы, значит, пожать. Именно. Это все привело к... Да. Они немножко раньше, немножко раньше, они еще научились химически обрабатывать пищу. То есть тоже сейчас называем консерванты, да. Вот они научились это обрабатывать химически, тоже не думая о здоровье, а для того просто, чтобы сохранить дольше. Потому что залог пожать, это не только вырасти, но еще и сохранить. Вот они научились солить пищу, они научились ее сушить, они научились ее, соответственно, ферментировать. Вот. Такого, конечно, там не было, но, тем не менее, пиво насчитывает лет столько же, сколько, на самом деле, первые земли дели. И вообще ферментированная еда, в том числе, это тоже ферментированная еда, которая сделана не для вкуса, она сделана для консервации молока. Это сегодня, можно сказать, вот сыр французский, вот он такой классный и вкусный. На самом деле, изначально, смысл производства львого сыра был, разумеется, невкусный, а просто, чтобы еду хоть как-то можно было придать ей жизни чуть дольше, чем она вообще в натуральном виде существует. Сделать и перевести ее в такое искусственное состояние, в котором она хранится неестественно долго. Вот. Потом еды стало слишком много, и люди начали... Людям стало нечем заняться, они начали немножко убивать друг друга. Они придумали рабство. И еще очень много разных неплохих вещей. И здесь мы впервые, наверное, встречаем в качестве такой угрозы человечества вот этот вот организм, который паразитирует на пшенице и способен уничтожить примерно так половину урожая. Это называется стеблевая ржавчина. Известно еще со времен древних греков, хрестовителей Римской империи, как она порой оставляла целые деревни, города без еды. С ней пытались бороться. Римляне боролись, например, с ней очень классно. Они приносили жертву разных животных, причем рыжего цвета. Вредители рыжего, они приносили рыжего животного, считалось, что это помогает. Не очень-то это помогало, поскольку по одной из версий распада Римской империи... Это не распада Римской империи, это первый зафиксированный гол. Но распада Римской империи, по одной из версий, случился из-за того, что длительное неурожай. Я не знаю, насколько эта картина объективна или имеет отношение к реальной действительности, но она интересная. Первый зафиксированный случай глобального голода в истории, как раз был в Римской империи, глобального голода. То есть не тогда, когда люди просто в деревеньке были, а когда действительно целое государство потеряло значительную часть своих граждан просто в результате голода. Случился как раз в Римской империи в 441 году до новой эры. У меня тут постоянно охват. Перенесемся на другую сторону света. Это, кто не знает, натуральная кукуруза. Вот это вот так она выглядит. Она и сейчас ее можно найти. Называется теосинтез. Но это то, из чего генно модифицировалась кукуруза путем разных вмешательств разных майя, ацетеков, инков или кто там еще был. Майя в этом смысле, они вообще люди были очень интересные. Они кукурузу вообще уважали, как бога практически. Но случилось... У них была система взаимодействия очень простая, экстенсивная. То есть у них было несколько, у них были эрекционные системы. На целом они развивались очень просто. Измель было вроде как бы много. Они выжигали себе полянку, выращивали несколько лет там себе еду. Когда почва высочалась, они выжигали следующую полянку, чуть подальше. Выращивали еду. Однажды полянки кончились и к ним постучался в дверь Мальтус. О Мальтус мы позже коснемся. Но общий смысл в том, что... Это вполне понятная и разумная мысль. Когда количество еды случайно в один момент становится меньше, чем количество людей, которые хотят ее съесть, то случается коллапс. Не у одного, не у двух человеков, а у всех сразу. Это, в общем-то, случилось и с Мальями. Это все, что осталось нам на память о них. Потому что пара неурожаев, засуха и... Ну, не сразу, да, но глобальная империя распалась на много маленьких островков. Разумеется, с потерей численности жителей. Вот. В Европе в это время было, наоборот, все супер. В Европе было все супер. В Европе, начиная примерно с года так, 10 тысяч того, и до года так, примерно 1300-го, соответственно, до 1300-го, все развивалось очень классно. Население росло, урожайность росла, народ придумал плуг, народ придумал... Народ придумал, у меня ничего не работает. Вот, что-то кто-нибудь листал. Может, кто-нибудь, пожалуйста, листать. Вот. Народ придумал. Разные системы сева оборота. Это то, что сейчас называется, там, двухпольный, трехпольный. Или это картина немножко из позже в него времени, но, тем не менее, общий смысл в том, что народ просек, что, во-первых, земли уже не хватало на всех, как-то проходилось, как-то нельзя было, как-то... Как можно? Будешь как-то просто назад, вперед. Назад. Просто стрелочка. Назад, вперед, сейчас назад. Да. Не работает. Все. Стрелочка не работает. Назад. Сейчас. Сейчас. Да. И все у них было хорошо. И урожаи росли, пока случайно не случился очередной мальтос. Но уже в Европе. Весной 1415 года пошел дождь. Тяжел, как Форест Гамп, и не приставая там полгода. Но это, если в Вьетнаме это нормальная традиция, да, то в Европе, к сожалению, в результате этого дождя случился маленький экономический коллапс. Этот дождь совпался, соответственно, примерно по времени с концом вот этого самого температурного средневекового оптимума. ну, собственно, изменение климата здесь проявилось напрямую. И вот этот вот дождь, изменение климата и связанный с этим дождем жуткий неурожай, Росцен, привел к тому, что в течение последующих примерно 3-4 лет происходили следующие неприятные вещи. Люди впервые в глобальном, в масштабах всей Европы начали умирать от голоду. Люди, такая картинка, конечно, не очень смешная, но люди начали есть друг друга. Вот, и, в общем-то, начиная с этого момента, на самом деле, это было и до... Нет, назад, назад. Так. Вот. Это было, на самом деле, и до, да, но начиная именно с этого времени, голод стал не то, что каким-то редким и непонятным явлением, он всегда был достаточно частным, но начиная с этого момента, вся история Европы, вот до, на самом деле, практически до настоящего времени, это история больших голодов, когда каждые 2-3 года люди просто тупо умирали от недостатка еды. И тут мы встречаемся в очередной раз с блевожащиной, которая, соответственно, тоже регулярно способствовала всему этому, но к тому моменту уже люди, уже где-то там, начиная в 1500-1600 годах, люди уже знали лекарство, они заметили, что один из, что стеблевая ржавчина появляется всегда рядом с барбарисом, и сейчас мы знаем, что барбарис является одним из промежуточных хозяинов этого паразита, но они уже тогда начали бороться, скажем так, более-менее научно уничтожая все эти посадки барбариса, тем самым давая своим пшенице шансы. Ну, не очень успешно, но тем не менее, в детместа им помогало. Вот, и еще один пример, соответственно, такого примера, это фитофтора на картошке. Вот, фитофтора на картошке тоже, как очень приятный организм, тоже побил огромное количество людей. Да, вот этих, например. Да, ирландцы, ирландцы лучше всех, наверное, в мире знают, как плоха фитофтора, потому что достаточно всего-навсего двух, скажем так, двух атак этого вредителя, и примерно что-то там треть страны, к сожалению, умерла от голода, и это произошло 150 лет назад, но до сих пор Ирландия не установила свою численность. До сих пор не установили свою численность, до сих пор Ирландия такая весьма безлюдная страна, что в общем-то хорошо на самом деле. Вот. И тут мы встречаемся с настоящим Мальтусом. Настоящий Мальтус, как я уже сказал, предложил одну очень простую идею. Следующее. Очень понятная и простая идея, да, как только, значит, количество еда растет, грубо говоря, производство еды, оно растет на планете, да, оно растет более-менее линейно. А употребление еды растет с отрежащими темпами. Это было всегда, и это продолжается до сегодняшнего момента. И когда вот эти две кривые встречаются в одной точке, называемой мальтузианской ловушке, случается неприятность для всех. И Мальтус, соответственно, в 1198 году предсказал, что эта неприятность уже близко, и что уже сейчас, значит, возможность с планеты производить еду для людей уже близка к этому коллапсу, и что нам всем надо срочно думать о том, что мы будем кушать завтра. И Мальтус, ну, в общем-то, не то, что думать, он уже сказал, что думать тут не о чем, потому что все равно нам всем хана. Вот что он сказал. Но он ошибся. Он ошибся, потому что появилась наука. Наука, как явление, начала завоевать, в общем-то, себе путь в жизнь. Первый из них был. Не первый из них, а один из, скажем так, моих любимых товарищей, который занимался едой, это был Аперт. Он придумал то, что мы сейчас называем, можно сказать, пастеризация, стерилизация и так далее. То есть он взял еду, просто закатывал в банки, кипятил несколько часов и обнаружил, что она после этого может храниться буквально в вечность. И следующий уже товарищ, это вы все знаете, он уже подвел под этот процесс научную основу и получил себе, впрочем, заслуженно получил себе за это лавры. Но именно с него началась вот эта история того самого молока, который хранится по полгода, потому что оно не натуральное. Потом случилась британская, соответственно, сельскохозяйственная революция. Именно она выгвала мир из этой мальтузионской ловушки. Просто еще одна фамилия Роберт Бейкл, который немножко до Дарвена начал скрещивать овец и вообще там сельскохозяйственных животных. Вот одна из его овец, который целенаправленно, не случайным методом, как когда-то какие-то древние товарищи там что-то выращивали, скрещивали его целенаправленно, вводил новые породы. В общем-то, не очень понимая, что делает, вероятно, у него это успешно получалось. Еще британцы придумали офигенную вещь, тоже за, в общем-то, немножко раньше, чем стало известно по факту, что такое удобрение и как это вообще делается. Они начали выращивать, в один из сезонов вот этого вот села оборота, они начали выращивать на одном поле клевер вместе с турнепсом. Вот этот турнепс. И общий смысл в том, что клевер, как известно, он, у него там живет в симбиозе с бактериями, которые азот фиксируют из атмосферы, удобряя почву. То есть, летом растут там клевер и турнепс, клевер там зимой помирает, турнепс можно выкопать. То есть, поле как бы используется максимально эффективно. На самом деле, продуктивность, оно не стоит под паром, как обычно он должен стоять, оно в это время удобряется посредством клевера, да еще и можно от этого турнепс на корм скотову вырастить. То есть, там вообще эффективность поднялась. И с удобрениями там вообще вперед пошла история. Тут вот больше всего интересно на самом деле вот Экмар, то есть Бонн Фетерлайзерс, это как костные удобрения. И вот это вот, настоящее сырое гуан. Настоящее сырое гуан, да. Это уже была технология. Это уже кости животных. И они никуда не девались, они перерабатывались и направили удобрения и высыпались на поля. Потому что уже на тот момент никакой эффективности, никакого, значит, собственного, так сказать, восстановления по дороге почв не хватало. Нужны были удобрения, чтобы просто кормить людей. Ну и, соответственно, гуана, начали добивать гуана. Ну, тогда машин не было, поэтому гуаны добывали более интересными способами. Гуаны добывали на специальных островах, коих было много в то время по побережью Южной Америки. Лет, наверное, сорок. Эти острова полностью срыли, то есть там птицы откладывали это с гуана в течение, не знаю, сотен, там, как минимум десятков тысяч лет. Вот люди за несколько десятков буквально все это срыли, вывезли на поля, повоевать успех попутно поэтому. Потом начали разрабатывать залежи силистской, там, аргентинской селитры. Тоже все это вывезли. Селитра хуже удобрения, чем гуана, поскольку там разные примеси, разные тяжелые металлы нехорошие. Ну, тем не менее, ее тоже вывезли все на поля, все засеяли, все фактически съели. И опять в дверь постучался Мальтос. Ну, вернее, он постучался бы, потому что, на самом деле, кризис был налицо. Удобрений не было. Запас азота, запас химически связанного азота в мире, которым можно было бы удобрить поля, он заканчивался, а без него всем пришел бы капец. И первый, кто, значит, его чуть-чуть отодвинул, это был вот этот товарищ, который придумал, так сказать, он получил этот... На самом деле, ничего сложного не получил, он получил фосфат кальция, который начал использовать в качестве фосфорного удобрения и до сих пор, в общем-то, использует. Но, конечно, все лавры... Избегание очередной Мальтосжианской ловушки принадлежат вот этому товарищу Фрицу Габер, который научился захватывать азот просто из воздуха. То есть, наподобие тех клубеньковых бактерий в клевере, только он химическим методом... Да, этот процесс очень экологически грязный, да, этот процесс энергетически очень... Очень энергоемкий, там, не знаю, парниковые газы и все прочее. Но именно благодаря этому процессу, именно благодаря производству искусственных азотных удобрений, мы, на самом деле, сейчас все живы, потому что больше удобрять почву было нечем. Это... Вот то, что было до Габера, это, значит, количество азота, поступающего в почву, с теми иными путями, да? Вот. Это было то, что до Габера, то есть... Это... То, что случилось после Габера. Вот эти 118 миллионов тонн, по-моему, я сейчас не могу скажу... Вот. Это процесс Габера, по сути. То есть, все, что... Весь азот, который мы едим... Ну, не весь, а... На самом деле, каждый из нас, если посчитать количество атомов азота, то... Три четверти азота в теле каждого из нас пришли благодаря этому процессу. Каждый из нас на три четверти искусственный биоробот. По крайней мере, с точки зрения азота. Хотя вот с точки зрения фосфора и всего остального тоже. Мы такие синтетические товарищи. И, в принципе, если, там, не знаю, взять всю Землю на планете, то не то, что не хватит всей, не знаю, биосферы, чтобы прокормить этих коров, которые отложат навоз. Просто места не хватит, чтобы получить столько навоза, сколько нужно удобрить наши поля. С точки зрения именно культур, хочется еще отметить вот этого особенного человека. А, этот особенный человек, он... Он изменил сельское хозяйство в каком виде? Джон Гартен. Он организовал первую фирму, которая продавала семена. До этого семена, посадочные, там, разные материалы. Каждый выращивал сам для себя. Чего хотел, то сажал. Этот человек начал целенаправленно производить семена. Начал целенаправленно, там, производить свою селекцию, гибридизацию для того, чтобы продавать семена. То есть то, за что сейчас все не любят Монсанту, за то, что она продает семена, эта история началась еще тогда. И он же, он же был, скажем так, основатель вот этого вот патентования семена. Ну, понятное дело. Потому что какой смысл производить семена, если другой у тебя раз и посадит? Нужно было запатентовать. Вот. И он вывел огромное количество культур, повысив тем самым тоже производительность наших полей. В моду ходит, особенно с движением науки, с пониманием того, что такое ДНК, как проходит селекция, как проходит искусственный отбор, как проходит мутация. В моду ходит выращивание культур, там, не просто разработка сельхозкультур, не просто там, не знаю, гибридизация, да, а именно направлено мутагенезом. То есть, когда семена обрабатывают поля, там, жуткими мутагенами, по-нашему, по-человечески, канцерогенными, да. Вот. Полученные мутанты, кто-то из них прорастает, из них отбирает что-то интересное, и потом это значит все на тарелку, и все едим, и до сих пор это... И до сих пор этот процесс, он в ходу, он используется. В моду ходит получение этих самых мутантов с помощью радиации. Вот эта вот картинка, это специальные помидоры, видите, атомно-энергетизированные помидоры, то есть, вот энергии. То есть, это реклама, они предупреждены. Это реклама, да, это классно, это новый сорт, который выведен с помощью радиации, это офигенно. Но это работает, это работает до сих пор, каждый год множество культур выводится таким образом, когда семена вырабатывают. Следующий слайд, это как раз картинка, это современное атомное поле, в центре стоит излучатель, там, кобальтовая пушка, я не знаю, кто там, чем там излучает, и вокруг там разные культуры посажены, которые, значит, и получаются, как в Чернобыле, ну, сильнее только, намного сильнее, и потом уже идёт на основании их искусственного отбора. Это можно, и причём, то, что, соответственно, высадили, да, никто не проверяет на безопасность, но получился там, большие красные там, или фиаретовые помидоры, о, классно, давайте, продавать уже можно. Но, ну, тут к нам опять пришёл Мальтос. Вернее, попытался пройти, потому что, давайте дальше, вот, Мальтос пришёл не один, у Мальтос появился его новый пророк, соответственно, Пол Эрлих. Пол же он, да? Да, Пол. Пол Эрлих был, почему был, он есть, он жив, слава богу, он жив, он до сих пор пишет, до сих пор пишет ужасные, трагические вещи. Аааа… нет, пойду назад, назад, да… Раполу Эрлиха. Он, в своей знаменитой книге, описал ужасную ситуацию, он, на подобии Мальтос, на самом деле, всё просчитал, у него всё было чётко. На тот момент, значит, Индия, Мексика, там, вообще, южные страны Южной Америки, Пакистан, они были крупнейшими потребителями зерна в мире. И они должны были импортировать себе зерно. И он просто посчитал, что всего производимого зерна в мире, с учётом роста их популяции, просто не хватит. И предложил во имя, дабы избежать той самой энтузианской ошибки, просто перестать им помогать, пусть они там лучше сдохнут, но мы все остальные будем жить. Ну, я утрирую, но примерно была мысль такая. И, в принципе, он там напугал очень многое большое количество народа, но он ошибся. Он ошибся не потому, что его расчеты были неправильные, на самом деле, а потому, что случилась зеленая революция. И зеленая не потому, что она экологически чистая. Зеленая она потому, что она позволила вот этим странам Индия, Пакистан, Мексика стать из крупнейших потребителей в мире зерна, крупнейшими в мире производительности, производителями. И за что? За все это спасибо Норману Бурлогу, который, на мой взгляд, вообще считается, я считаю его лично в истории человечества самым человеком, который спас больше всего жизни. Это доказанный факт. Он всю жизнь посвятил поведению как раз в основном работал над пшеницей, над леченем и так далее. Вывел, гибридизировал множицы сортов. Собственно, благодаря чему и вот эти его новые сорты, новые сорты, сорта, позволили нам в очередной раз избежать от мультивизионской ловушки. И еще что он сделал? Еще что он сделал? Он, его специальные гибриды, и он над этим тоже целенаправленно работал, устойчивы были к стеблевой сжавчине. И до сих пор то, что у нас вот эта стеблевая сжавчина не очень в ходу, это благодаря его личным вот этим вот скрещением и так далее. Вот. Это рост, начало, соответственно, работы в Орловке, и это рост вырожая седерновых, который мы, в принципе, наблюдаем и сейчас, но сейчас он немножко стагнировал, и это, на самом деле, пугает, потому что все мы знаем, к чему это может привести. Это тоже один из примеров, почему, значит, мы избежаем отмитизионского кризиса, потому что, в принципе, даже животных это касается, да, куры стали, там, сколько, у тебя есть? В 4 раза толще, хотя некоторые считают, что это все химия. Да, давайте дальше далее. Киллаком. Вес этого крылышка составляет 72 грамма. Давайте попробуем взвесить более дешевый образец. 115 граммов, что в полтора раза больше. Вполне вероятно, что при выращивании этой птицы использовались гормоны. Вот, ну, понимаете, у нас взвесит, чтобы узнать, что использовать в гормонах. Ну, вот предыдущая картинка показывает, что, в общем-то, совсем не обязательно. Вообще, подход очень красивый. Как с помощью всего лишь одних весов определить наличие гормонов? Дальше. А, вот. И, в общем, то, что мы имеем сейчас, это мы имеем сейчас относительно сытый мир. Относительно, потому что, конечно, в мире есть еще дофига места, где люди голодают, но в целом мы все сытые, довольные и, в принципе, уже забыли, что такое голод. И это, в общем-то, на самом деле здорово. Вот. Теперь, это была такая, я просто посчитал, необходимо сделать такую достаточно длительную справку. Теперь уже немного о конкретности. Пестициды и прочая химия. Что такое, значит, вот, где больше химия? Простой вопрос, где больше химия? Вот, может быть, может быть, вот первый продукт, в котором мы сравним это натуральный йогурт с натуральными бактериями, или, может быть, больше химия в этом апельсине, который там при хранении натерли фунгицидами разными, чтобы он пережил путешествие. Может быть, больше химии вот в этом, в гамбургере, не будем называть эту сеть, ее сейчас нельзя называть, а может быть, больше химии в медном капоросе? Или вот в этой прекрасной пачке соли без гемиола, без холестерина, без сахара, без хамбургера, без усилителей вкуса? Из блюда, я знаю, да, она полезная. Вот, где больше всего химия? Чтобы ответить на этот вопрос, мы полезли, я полез, ну, вы, любой из вас тоже можете залезть в литературные источники, найти вот этот прекрасный обзор, полный обзор всех продуктов на рынке, без химии. Вот, чтобы узнать, где больше химии, где меньше химии. Мы полезли в этот обзор, обнаружили там это, собственно, содержание обзора, да. ответ на вопрос, сколько химии в еде, он на самом деле очень прост. Химия в еде ровно 100%. Все на свете состоит из химии. Химия – это не какое-то, что там дальше, да, химия – это не какое-то ругательство, и химия – это наука, химия – это мундаментальное свойство нашего мира. Все на свете химическое. Вот эта таблица Менделеева, которая, она не случайно придумана, она не случайно собралась. Тут это химические элементы, из которых состоит все, в общем-то, в рамках нашей Вселенной, предположительно. Ну, не предположительно, скорее всего, точно. И ядра, соответственно, тоже на 100% состоит из химии. И люди, которые протестуют против химии в еде, они тоже состоят из химии, у них есть своя брутоформула. И, мало того, в организмах этих людей, нас с вами, каждую секунду протекает огромное количество химических процессов. Они здесь все мелкие, но это более-менее полноценная схема тех самых химических реакций, которые внутри вас протекают вот конкретно в данную секунду. И пестициды, без которых не было бы нашей еды, на самом деле, это тоже, разумеется, химия. И очень глупо думать, что пестициды – это только то, что вот брызгают вот так на поля. Ну, как бы, так считается, пестициды – это то, что брызгают поля. Нет. Пестициды – это вообще… Пестициды – это вообще родная часть любого растения. Потому что растения – это у животного есть зубы, когти и там хвост. Они могут убежать или дать морду. А растения вынуждены защищаться от своих вредителей, а вредителей у них очень много, потому что любой норовит съесть это несчастное растение, которое не может дать дачи. Оно вынуждено защищаться химией. Оно вынуждено синтезировать какие-то химические вещества, которые направляют на борьбу с теми, кто хочет им полакомиться. Зелёный чай обладает таким определённым действием. В нём много содержится алкалоидов, поэтому его можно пить в очень большом количестве без побочных эффектов. Ну, Ирина, спасибо! Логика прослеживается. Чем больше алкалоидов, тем больше можно пить. Эх, знала бы, тёженька, что такое алкалоиды? Потому что алкалоиды – это пестициды, да. Вот в этом прекрасном растении содержится, так называемый, циклопамин. Циклопамин назван в честь циклопа, потому что телёнок, который съест это растение, вернее, корова, которая съест это растение, родится с одним, у него телёнок родится с одним глазом посреди лба, потому что вот это вещество, такое интересное, тератогенное, это растение в себе синтезирует. В качестве пестицида, я не думаю, что в качестве пестицида против коров, но он обладает таким интересным свойством как бы на коров. И думаю, что на людей, просто люди не едят эту штуку. На персианку тоже, наверное, все знают, особенную известность, по-моему, получил благодаря, там, деяниям Боджи, да, они любили использовать очень сильный, да, токсин сердечный, выпил немножко, и всё, и вака, потому что тоже пестицид. Опять же, он, скорее всего, он был направлен не для того, чтобы убить человека, хотя какой-то млекопитающий, да, токсин таким образом защитил свои плоды от того, чтобы, от своей цветы, от того, чтобы кто-то случайно не съел, вернее, съел, но один раз. Крестовник, который распространён посеместно в народной медицине, особенно на Руси, особенно на Украине, он содержит в себе те самые алкалоиды, не, он содержит в себе другие алкалоиды, но тем не менее алкалоиды, которые очень токсичны и канцерогенны, вот, и поэтому вся эта народная медицина, это тоже отдельная история, да, считается, что он может полезно-полезно, вот, попил три раза крестовника, потом первый раз, и рак почек, и откуда он, этот, от аспирина, от химии. В огурцах, это картинка огурец, и просто всегда мне это удивительная картинка, это, да, огурец, мне очень нравится, вот, там содержится такая штука, кукурбитоцин, огурцы горькие именно из-за него, вот, этот кукурбитоцин, он как раз, вот, в том числе, вот здесь содержится, он служит для того, чтобы, ну, чтобы этот огурец никто не ел, нам кажется, что огурцы такие вкусные, потому что их надо съесть, на самом деле содержит кучу вещей, чтобы их никто не ел, И этот кукуробитоцин, он, в принципе, относительно безвреден для человека, но, 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 история зафиксировала несколько случаев очень серьезных пищевых отравлений от этого самого кукуробитоцина. Когда селекционеры, например, была история в Новой Зеландии, это уже 10 лет назад, селекционеры вывели новый классный там софт этих цукиний, которые в жаркую погоду случайно накопили себе какие-то полулетальные дозы этого кукуробитоцина, и куча людей оказалась в больнице. Никто не умер, но тебя не менее. Это вполне натуральное вещество, которое вполне натурально может накопиться в результате обычной селекции. Это тоже пестицид. И салонин в картошке, это на самом деле тоже пестицид, потому что салонин, он, во-первых, обладает активностью против той самой фитофтора, во-вторых, против разных там жуков и червячков, кроме колорадского жука, который научился с ним бороться. Ваниль. Вот этот прекрасный, чистейший запах аромат ванили, это на самом деле запах фунгицида ванилина, который, соответственно, растение синтезируется с той целью, чтобы стручки сохранились в почве. Глифосат. Это уже дело рук человеческих. Это уже один из, наверное, наибольших сейчас распространенных гербицидов. Ну, пестицид, но гербицид служит для уничтожения сорняков. Вот. Им пугают, я не знаю, кого не попадя. Хотя, если посмотреть, потому что он искусственный. Он, во-первых, в отличие от большинства, так сказать, природных пестицидов, он не накапливается в почве, он быстро разлагается, он обладает вообще минимальной токсичностью. Если мы посмотрим, токсичность аморальная, то у него он в два раза менее токсичен, чем соль, уксусная кислота. При этом содержание в еде его, в принципе, в сотни, в тысячи раз меньше. Но все пугают обязательно глифосатом. Неонекотиноиды. Это отдельная тема. В Европе их полтора года назад забанили. Забанили их в одной паре. Классные вообще эти инсектициды. Убивать всего жуков на повал. Очень эффективно. При этом у человека обладает минимальная токсичность. То есть пошло от никотина. Никотин, к сожалению, он и человека может убить. И лошадь. А неонекотиноиды, они вот обладают такой селективной активностью на насекомых. Но достаточно безвредно для человека. Но обнаружили такой момент, что их применение снижает, соответственно, численность пчел. В общем-то, снижает или не снижает, это вопрос еще за кадром и еще исследуется. То есть есть данные из-за и против. И эти данные весьма политизированы со всех сторон. Так что разобраться там, черт голову сломит. Ну, на всякий случай, европейские регуляторы, британские регуляторы, его взяли и запретили. Я думаю, что там не такие большие количества, просто все-таки этими полевая там поля очень сильно засыпают. А позвольте я задам вопрос. А падение популяции в чем? На каких цифрах измерялось? Ну, это количество там, соответственно, колоний, которые за зиму гибнут. А 10%? 15%? 5%? Я думаю, что, вот, я сейчас могу цифры перепутать, вот, порядка 20-30% за зиму. То есть 20-30% там в семье и за зиму гибнет. Но вообще считается, что это и так случается. Я-то и без них. Ну, как бы, да. Ну, 100% выбрать. Ну, в общем, европейские регуляторы решили, так сказать, быть дружелюбными пчелами и спасти их. А на выходе оказалось, что... Дальше. А на выходе оказалось, что случилась другая история. Потому что, запретив одни инсектициды, неоникотиноиды, соответственно, люди-то все равно, жуков-то уничтожать надо, а они перешли на другие, которые оказались для пчел еще... Не, назад. Которые оказались для пчел еще более токсичными. Плюс произошло некоторое смещение с культур. То есть начали меньше там сажать рамса, больше сажать кукурузы. Что, соответственно, пчел там на рамсе не очень много там пасутся. Вот. И в результате популяция пчел в связи с запретом неоникотиноидов снизилась еще сильнее. Ну, так получилось. Вот. Но еще одна интересная, значит, подгруппа пестицидов. Это вот как раз натуральные, которые... Не которые в растениях, к которым мы вообще не обращаем внимания, а те, которые как бы натуральные, но используются в сельском хозяйстве, прежде всего вот в этом прекрасном органическом сельском хозяйстве. Кто придумал слово органическое, я не знаю. Вернее, я знаю, кто придумал слово органическое, но это был химик. Это не был... Да. Давайте дальше. Это вот прекрасный вообще инсектицид артеном. Вот. Он убивает жуков на повал, да. Еще заодно, правда, убивает рыбу, убивает червяков в почве. И вообще он очень токсичный. Но он натуральный. Он экстрагируется из скалы какого-то дерева там. Он, соответственно, есть какие-то данные о том, что он может слегка увеличить риск болезни Варкинсона. Ну, это слегка. Сейчас, правда, делал, но все. Он экстрагируется из скалы какого-то дерева. И поэтому он разрешен в органическом сельском хозяйстве. И об этом даже заявлять, как бы не надо. Ну, журу коническое, натуральное. Давайте яблоко помажем. Что там, партенсон? Медный купорос. Эта штука неорганическая, если кто-то помнит химию. Но он является органическим пестицидом. То есть тут как бы вот такая фигня. Он служит для защиты, соответственно, например, от фитофторы. А медь, понимаете, вот одно дело посыпал какой-нибудь органикой. Она там разложилась, там бактерии разварили или кто-то в почве. Медь, она никуда не развалится. Она в почве как села, так и села. И все, ее оттуда никакими потом усилиями не вымышь. Но органический пео можно. Как под виноградиками, да? Чуть не малахит стали находить, конечно. Вот под органической картошкой скоро будет тоже. Или вот эти вот самые перетрины. Перетрины классные штуки. Это ромашкиные инсектициды. То есть, чтобы жуки не ели ромашек, а ромашка синтезировала себе внутрь разных веществ. Перетринов. Которые, соответственно, обладают инсектицидной активностью. И они тоже, поскольку они натуральные, то вот они в качестве экстрактов, либо в выделенном виде, они используются в органическом сельском хозяйстве. Хотя их как раз вредный эффект, а в том числе именно на перетрины перешли вот эти вот товарищи, которые использовали неоникотиноиды. Вот знаете, эту историю про фталаты, бисфенола, которые оказывают влияние на этогринную систему, как-то мимикрируют по-человечески гормоны, вот это химия искусственная. Хотя они там, не знаю, сотни тысяч раз у них активность меньше, чем у человеческих гормонов. Но теоретически конкурировать они могут, оказывать какое-то влияние на гормональную систему. Вот, фталаты теоретически могут. А эти практически влияют, но они разрешены, они натуральные, они разрешены в сельском хозяйстве. И пестициды. И никто, кстати, не задумывается о том, что вообще в органическом сельском хозяйстве может быть какие-то пестициды, потому что пестициды это какое-то слово почти ругательное. Вот. ГМО. Ну, обсуждать ГМО, насуждать ГМО, на самом деле, наверное, надо вот с этого. Это наше такое современное представление о древе жизни. Вот здесь когда-то появилась самая первая клеточка, которая на планете, или, не знаю, первая молекула ЛРФК, или, ну, смотря как рассматривать, неважно, да, когда-то появился первый, словно, живой организм, от которого получили, собственно, распространили все мы. И, в общем-то, суровая правда бытия состоит в том, что мы все на свете генномодифицированные относительно друг друга. Не просто генномодифицированные, конечно, это глупость, генномодифицированные, просто обнимают генномодифицированные относительно друг друга. мы все с вами вот мутанты. И это тоже в этом нет ничего ругательного, потому что на самом деле в каждом у нас есть огромное количество мутаций, которые отвечают у нас друг от друга. Да, это Павел, вот. Хотя и вот эти вот выступления против ГМО и против компаний, их производящих, я не знаю, если вот так и подумать, то это на самом деле имеет под собой основу выступления против самих себя, потому что как бы эти люди, они тоже, в общем-то, геноводифицированные организмы. И человек, допустим, и банан. Это натуральный банан, кто не знает. Добро пожаловать в натуральную саванну. Это натуральный банан с натуральными вот такими косточками. Современный банан... Натуральный банан является примерно на 50% родственником человека, насколько я знаю, с точки зрения генетика. То есть в каком-то степени банан является геноводифицированный человек. Человек геноводифицированный банан. Современный банан По сравнению с этим Это вообще ужасный треплойный мутант Которого Треплойный мутант Должно быть страшно Но все едят и не задумываются Хотя к бананам мы тоже еще вернемся Это Просто для сравнения Старый как бы натуральный Кукуруза Вот она маленькая И современная ненатуральная кукуруза Вот такая большая Это еще не геномодицированное современное понимание Вся разница между этими ненатурными культурами На самом деле это в генах То есть в результате какого-то количества Тысяч лет люди совершали Направленную генетическую модификацию Чтобы получить вон то Нежизнеспособное чудовище Оно нежизнеспособное Оно по человеку никуда вообще не вырастет Это арбуз Арбуз мне тоже нравится Те кто хочет есть натуральные арбузы Welcome Вон та вот фигня В которой конечно на единицу живого веса Больше белков, жиров и углеводов Но выглядит оно конечно не так впечатляюще Тоже ГМО в какой-то степени Вот Вся разница между технологиями Скажем так Грубой генной модификации То что использовали наши предки То что использовали потом Не знаю Мичурин и так далее И Варлоук И точность генной модификации Стоит в том что Когда мы говорим о традиционной Так сказать генной модификации О традиционной селекции То мы меняем Это на самом деле очень хорошая инфография То мы меняем неизвестное количество генов И меняем их неизвестным образом И после этого Мы просто сажаем и едим И не смотрим что получилось Просто вот нам понравилась форма груши Мы оба берем А то что с этой мутацией мы захватили еще 3000 Подумаешь что такое Натурально невкусным не бывает Если мы говорим о искусственной генной модификации О том что сегодня называется трансгены О пересадке генов из одного в организм То мы буквально единицы генов затрагиваем Мы знаем какие гены затрагиваем Мы знаем как их затрагиваем Мы проверяем результат И мы еще должны потратить миллиард долларов На то чтобы нам какие-то умные дядечки Вот типа нашего министра сельского хозяйства Еще это утвердили, сказали что это можно есть И что это не противоречит Богу данной природе Вот Поэтому Говорить на самом деле о безопасности ГМО Я сейчас не буду Тем более что тот должен вроде Панчин скоро наступать Который обязательно это расскажет Ну это еще как в декабре Ну зато расскажет Вот Но факт научный состоит в том Это вот Не знаю я могу поэтому отдельно подискутировать Если хотите Но научный факт состоит в том Что на сегодняшний день от ГМО ни одного живого организма на планете не пострадало Его ели там не знаю миллионы коров и свиней И нет ни одного вредного эффекта И этот эффект не то что его фактически нет Его даже теоретически быть не может Именно потому что в данном случае Это как бы научно вполне обоснованная процедура Которая даже теоретически Намного менее опасна чем традиционная селекция А ответить я хочу на другое вопрос Зачем нам нужна ГМО? Потому что вопрос Зачем нам нужна эта ГМО? Если мы все эти долгие там Вот эти истории За последние не знаю сколько там Человек занимается в селекции 12 тысяч лет Да Мы как-то обходились без этой генной модификации Зачем она нам нужна сейчас? Нужно Нужно Во-первых для повышения урожайности Это факт что Генномодифицированные культуры Они не всегда Не всегда Но они более урожайны чем Соответственно обычны А повышение урожайности нам нужно Потому что тот же график Урожайности пшеницы Насколько вы помните У нас наблюдается стагнация В роста И эта стагнация это плохо Это сахарная селек Это один просто пример Вот после внедрения в культуру Генномодифицированной сахарной селеки Урожайность начала расти быстрее И это здорово Это то что нам надо Вот к сожалению Да как я сказал Не всегда случается Потому что если мы говорим Например о хлопке То скорость роста Она не изменилась В внедрении генномодифицированного хлопка Там сыграло другое Там сыграло экономия Соответственно на этих На инсектицидах Но тем не менее Нам нужно чтобы Зачем нам нужен гемон? Нам нужно чтобы Наши кукурузы Не ели вот эти вот Разные черняки Чтобы Не просто чтобы кукуруза Была в результате красивая Не пожеванная А Дальше Вот А чтобы она не была такой Потому что вон та кукуруза Это пожеванная червяками Тот налет Это не червяки Это на самом деле Вот эти вот грибы Которые вырабатывают Разные неприятные Там Токсины Которые канцерогенные Токсичны Потому что жуки Когда пожевают Они повреждают Целостность зерна И туда Становится Зерно соответственно Благоприятной почвы Для разных гадов Геновая червяка кукуруза Которую жуки Эти не едят На ней ничего не растет Она Она в принципе Гораздо менее Может быть зажжена И это Вообще интересная история В Италии был Год назад Они запретили выращиваться По-моему Или два года назад Запретили выращиваться Геновая червяка кукуруза Ну Идут в сторону Органик И сейчас у них Кукуруза По токсичности По европейским нормам Токсичности Не проходит Даже на короб скоту Потому что Она зажжена Вот этими Мегатоксинами Они покупают В Америке Геновая червяка Разбавляются своей И вот этим Уже кормят своих Соответственно Там коров Ну молодцы Чёк Классно Классно Спасли от генетического Заражения страну В Италии Зачем нам нужно ГМО Вот эта история Это Поле с геномодифицированной Папайей Вернее Геномодифицированной Папайей Это вот это Зеленое пятно Посередине Потому что Все что вокруг Это геномодифицированная Папайя Потому что Так получилось Что Папайю На Папайю Однажды напал вирус Который Начал убивать Всю Папайю На планете Металично Вот Значит Ее начали выращивать То в одном месте То в другом Переносили В посадке И когда уже В общем-то Все было загнано в угол Вирус не отступал И Все уже шло прахом Появились ученые Которые придумали Геномодифицированную Папайю Устойчивую к этому вирусу И вырастили Ее Высадили И сейчас 90% Примерно Папайи В мире Являются геномодифицированной Устойчивой к этому вирусу А те Единственные Хитрые Органические Фемеры Которые Производят Не геномодифицированную Папайю Органическую И продают ее В 5 раз дороже Потому что И рассказывают всем О том Что какие они крутые И что Вирус Это не такая страшная проблема Они напоминают На самом деле Вот этих Тех самых Антипрививочников Которые Значит сидят Одни Умники Непривитые В обществе всех Привитых Говорят Как классно Что я не привился Потому что Прививки Они не нужны И я и так не болею Вот это примерно Та же самая история А сейчас Во Флориде История с папайей Повторяется С апельсинами Чем она закончится Неизвестно В Флориде Каждый год Урожай апельсинов Падает Потому что Появился Хитрый Штамм бактерий Которые апельсины Современно неустойчивые В итоге бактерии Вызывают Такое Как называют Позеленение Вот там Здоровый апельсин Она превращает Вот Листья в такие А фрукты А вот с апельсином Она делает вот такая штука И она Ежегодно Отвоевывает Тоже Ну потихоньку Движется По полям Способ борьбы С ней нет Ну как Способ борьбы есть Можно обрызгать Поле там Антибиотиками Чтобы убить бактерии Можно обрызгать Поле инсектицидом Потому что Ее переносит тля Можно убить тлю Но это все Не очень продуктивно Это требует Значительных затрат При этом уже Там какие-то Умные дядечки Сделали Геномодифицированный апельсин Который устойчив Значит к этой болезни Но все сидят В своих лабораториях Они с этим апельсином Потому что Никто на поля Не разрешает Это высаживать Потому что От гемоа вырастут рога Нам лучше без апельсинов Чем с гемоа апельсинами С бананами К сожалению Вот история Которая произошла С папайей С бананами Она уже не произошла Однажды В 50-м году Примерно где-то В начале 50-х годов Мир потерял 40 бананов Гросс Майкл Говорят Был очень вкусный Но мы сейчас уже не узнаем Насколько он был вкусный По сравнению С сегодняшним Это то что мы сейчас видим Календиш Это другая разновидность Лабирос Майкл Говорит было вкусно Но Так получилось Бананы Как я уже сказал Триплоидные мутанты Они не способны давать Нормального Человеческого потомства И они фактически Я не могу Я не могу Я не могу Я не могу Соответственно Как только появляется Какой-нибудь один штамм Вредителя Он способен Бить сразу все Вот все И это вопрос времени Он появился Дальше он распространяется Его ничем не сдержишь Это вопрос времени И вот Гросс Майкл Был так уничтожен Потом появился другой Устальчивый сорт А бананы Опять же Поскольку это Триплоидные мутанты Их невозможно Просто так скрестить Там целые технологии Чтобы получить бананы Семенами И так далее Сейчас мы едим Вот это Но Насколько долго Мы это будем есть Неизвестно Потому что Тот же самый Штамм этой Панамадизиз Панамская болезнь Называется Которая В свое время Уничтожила Гросс Майкл Она уже Соответственно Мутировала Эволюция Она не спит Она уже мутировала И уже Уничтожает Плантации Уже этого Нового банана И есть Способ Сделать Усточную Банан Есть Генная модификация В течении года Вообще без проблем При современных Технологиях Но Но Посмотрите В магазине Банан Генную модификацию Банан Никому это не надо Степневая ржавчина От которой Человечество С попеременным Успехом Спасалось И Соответственно Иногда Не спасалось Вот Последний раз Ее Очень основательно Победил Варлоук Ну как Победил Отодвинул Ее угрозу Вот Сейчас Именно Уже Тоже Последние Несколько лет Суганды Очередной Значит Мутировал Штамп Этой Этой Гадости И потихоньку Распространяется По планете Причем Современные Вот эти Вот сорта Пшеницы Они Они Неустойчивые И Вопрос Времени Когда Вот этот Штамп Выйдет Из Африки И войдет Дальше В сторону Европы И опять же Уже сейчас Есть Уже Найдена Гемная Устойчивость Уже Разработаны Гем Устойчивые К ней Сорта К этой Гадости Но Их Как бы Нигде Нет Мы Все ждем Вероятно Пока Значит Вливая Ржавчина Сначала Все Уничтожишь Чтобы Потом Заново Что-то Строить Большая Проблема Засоления Земель В мире В Австралии Сделали Классную Пшеницу Которую Растет На Засоленной Почве И дает Урожай Как на Обычной Почве Вот Она Тоже Видимо Никому Не нужна И это Тоже Вопрос Зачем Нам Нужна ГМО Разве Это Кому-то Не нужно Не знаю Это Классно Это Тот Способ Когда Мы Земли Которые Выведены Из Под Съем Ворота Мы Можем Использовать Дополнительно С Огромной Пользой Для Человечества И это Буквально Новость Вообще Месяц Назад Пришла Мне Очень Понравилось Умельцы Сделали Пересадили Схему Фотосинтеза Из Синезеленых Бактерий В табак Ну То есть Грубо говоря Взяли Синезеленых Подростей Соответственно Из Ценобактерий В табак В результате Продуктивность Фотосинтеза Выросла На 25% Вы Представляете Как это Вообще Круто Это просто Взять В картошку Пересадить Вот Сделать Такую Картошку Которую Вот Просто Сразу Одномоментно Взяли На 25% Повысили Продуктивность Почему Это плохо Почему Это Не знаю Там уже начались споры А нужно ли нам Это Хотя Повышение Продуктивности Это в принципе Вот это Все История Человечества Это Повышение Продуктивности Или Вот эти Клубеньковые Бактерии Это Клубеньковые Бактерии На Корнях Соя Наподобие Тех же Которые На корнях Клевера Которые Придумали Сажать Еще Соответственно Британцы Чтобы Почвей Возвращать Плодородность Вот Сейчас Большой Проект Идет Очень надеюсь Там Конечно Этот проект Успешность Она так Непонятная Но Если Он Получится А смысл В том Чтобы Скрестить Их Не с бобовами А скрестить И с пшеницей Представляете Вот эти Вот Вся История О том Что Мы Засыпаем Поля Удобрения Она Все Уйдет Никуда Мы Сажаем Пшеницу Которую Сама Производит Для себя Удобрения Да Мы Потеряем Какую-то Часть Продуктивности Но Мы На самом деле Делаем Огромный Шаг Вперед В той Самой Зеленой Планете Которой Мечтают Все Производители Органической Еды И Экологи Вот Вопрос Ну Еще Конечно У меня Мучает Скепсис Если Они Все Так Это Сделают Сколько Лет 10 20 30 Или 100 Мы Будем Разрешать Это Уже Производство Можно Делать Еду Просто Полезнее Например Любой Жареный Картофель Вообще Много Жареной Еды Содержит Акриланид Конкретно Картошка Самая Такая Известная Штука Там Жарится При Большой Температуре Акриланид Соответственно Взяли Свощую Генную Модификацию Снизили Содержание Вот этой Сапарогенкислоты Соответственно Снизили Практически До нуля Образование Акриламида Еда Жареной Картошки Хотя Конечно В принципе Не очень полезная Еда Но Он стал Как минимум Намного Менее Вредным Разве Это Не нужно По-моему Хорош Акриламида Вилами По-воде Да А вот С какой Картошки Будет Не Вкус Там Нормально Там Будет Ну Что Там Вкус Там Все Хорошо Будет Ну Ладно Касава Касавой Кормится Тоже Огромное Количество Людей На Планете Основного Конечно Это Африка Но Касава Имеет В себе Такой Неприятный Натуральный Пестицид Под Названием Синильная Кислота И В общем То В общем Люди Травится Регулярно Потому Что Стоит Неправильно Подготовить И все И Того Хотя Натуральный Вот Можно С помощью Геномодификации Заблокировать Синтез Синильной Кислоты Соответственно Сделать Эту Ему Намного Как Минимум Намного Более Безопасно Это Тоже Это Разработано И Вот Это Еще Пример Это Схема Синтеза Гасипола В хлопке Хлопок Его выращивают Конечно Не для еды Хлопок Выращивают Для Целлюлоза Грубо говоря Но Семечки Из них Отжимают Масло Масло Используется А вот Оставшийся Жмых Который Состоит Из белка Чекменя Чем Полностью Он выбрасывается Потому что В этом жмыхе Очень много Гасипола Гасипола Его никуда Кроме Нашего Отечественного Препарата Гацила Не положишь Вот А В результате Огромное количество Какие-то миллионы Не знаю Миллиарды тонн Белка Просто выбрасывается Почему бы Их не есть Хотя бы Если не человеку То хотя бы Скармливать Животному Это же тоже круто Это просто Получение Из ничего Чего-то полезного И тоже Схема Блокирования Этого Синтеза Гасипола Заблокирована Ну Разработана Это уже Можно производить Но это тоже Пока не востребовано На рынке Тоже Сомнительные Достижения Но тем не менее Достаточно Показательные Рыжиковое масло Может видели Такие Ну Слышали о таком Это культуры Масличные Вот Это англичане Сделали Не дыли туда Схему Синтеза Некоторых Жирных кислот И По сути Сделали Рыжиковое масло Придвиженное К рыбьему жиру По жирно-кислотному Составу То есть Тот самый Модный Полезный Рыжик Можно Ужимать Из Вот Этих Рыжиков Вот Чем это плохо Но это Как минимум Это может быть Не так Конечно Супер полезно Для организма Потому что Все таки Есть некие Преувеличения Во всех Этих Жирных кислотах Но по крайней мере Это такая Прекрасная Демонстрация Что можно делать Нет конечно Аллергия Все же знают Что от ГМО Аллергия Вся аллергия В мире Почему сейчас ГМО Растет Потому что Аллергия Почему растет Потому что ГМО Растет Все знают Хотя на самом Те деле Если подумать То Считается По моему 80% Всех аллергий Обуславливается Всего Восьмью Натуральные продукты Среди которых Молоко Яйца Соя И так далее И на сегодняшний момент Уже Есть Пример Коровы Которые дают Гипоаллергенное Молоко То есть Молоко Которое лишено Аллергенов То есть В принципе Аллерген Это практически Всегда белок Всегда можно найти Этот белок И заблокировать И его синтез Тем или иным способом Положить генной модификации Взяли Геноводисфель Коров Которое Гипоаллергенное Молоко Есть пример Неаллергенного Арахиса Вот Арахис Один из Вообще Сильнейших Примеров Арахис Уже есть Пример Геноводисфель Неаллергенного Арахиса Но народ Предпочитает Натуральные Аллергенные Вот Парадокс И так далее Генная модификация Это не Путь Аллергия Генная модификация На самом деле Избавление От аллергии Потреблять В чем опасность Этого Модифицированного Атлантического Лосося Американского Дело в том Что Он Обладает Иммунитетом Он называется Иммунно Модифицированный Атлантический Лосось Чем он болеет Болеет Такой страшной Болезнью Анемией Есть такая болезнь I-C-A Трибу по-английски Анемия Это значит Кровоток Замедляется Значит И Крона головного Мозга Замедляется Значит И Расстраивается И гибнет И разваливается В буквальном смысле И в прочем итоге Значит Конечно Они Иммунные Эти Но Чем он страшен Тем Что Нар Дикий лосось Не Зачем Еще Дикий лосось Нар Вы Замедленно А он людей Учит Это ректор Дальневосточного Рудного университета Вот Рассказывал он Про вот этого Лосося Это лосось Придумали Проклятые Американцы Чтобы заразить Нашего лосося Придумали они его Лет уже Тридцать назад Придумали они его Очень классно Вот вообще Вот Просто Съем офигенно Обычно лосось Он чем Плох Тем что Он растет Только полгода То есть Ну как бы Вот в рюк Он летом Жрет и растет А зимой Меньше Жрет и не растет А почему он Значит Потому что летом У него ген Отвечающий За выработку Гормона роста Работает А зимой Он соответственно По каким-то причинам Из-за температуры И так далее Он выключается И не работает А эти Значит Что Встроили ему Вторую копию гена Правда взятую Из другого рыбы Ну не важно В результате Он теперь Этот гормон роста Вырабатывает Круглогодично И соответственно Растет круглогодично Он не растет Там в два раза больше Чем обычно Он растет Он растет в два раза быстрее Если обычному До товарного вида Нужно три года То этому До товарного вида Нужно полтора года В результате Он меньше жрет Он больше эффективнее Использует еду И Вообще Почему бы Его не выращивать И уже Тридцать лет Там ведутся споры Уже проведено Там огромное количество Исследований Фирма Которая его разработала Несколько раз Панкротилась Ее там Перекупали И так далее Вот Лосось Как все существует Где-то там На закрытой ферме За тремя заборами Чтобы не дай бог Его гены Не убежали Природа Так и до сих пор Вот в общем-то И Там существует А он в природе А он в природе Да, он будет плохо существовать А правда Там прикол в том Что да В природе Он будет очень плохо существовать Потому что у него Как это Выключатель Не случайно У него сниженная Как его Живучесть И более того Там эти создатели Они вообще круто придумали Они На развод Они выращивают Исключительно Соответственно Триплоидных Да Нет Триплоидных Триплоидных Самок Триплоидных Самок Они выращивают Да Соответственно Он даже Теоретически Размножится Там как-то Очень тяжело Разве что Случайно В него пересадили Ген Как его Мороз В него пересадили Два гена Первый Ну вернее Не ген Его садили Ген Гормон роста От одной рыбы И промотор Еще другой Промотор Который Ген будет запускать Ну грубо говоря Чтобы он постоянно работал Я сейчас Не скажу По названию Эти гриб Эти гриб Эти гриб Эти гриб То как бы Самый процесс Интересный Это очень Вообще Классно Интересная находка Насколько Это было сделано Очень давно То есть на тот момент Сейчас Такое сделать Любой лабораторию Расплюнуть Тогда это Будет Каким-то научным достижением На уровне Научить бактерию Синтезировать инсулин На таком уровне Но до сих пор Все ждут До сих пор Все боятся И вдруг Заразит И так далее Золотой риск Конечно Тоже нельзя Не обойти Потому что Его судьба Чем-то напоминает Судьба Судьбу Генному Действительному лосося Только Конечно Она наиболее Гораздо более трагична Потому что Золотой Этот лосось Да Ну Как бы В принципе Он никого бы не спас Ну От голода Да Он позволил бы Производителям Заработать деньги Снизил бы Возможно Цены на рыбу И так далее Но Золотой рис Мог бы спасти Потому что Каждый год У дефицита Витамина В питании Слепнет И гибнут Ну реально Миллионы Детей Вот И взрослых Ну Основно Как бы Самая Тяжесть Этого Лежит На На детях В тех странах Где люди питаются Где Одной из основных Соответственно Видов еды Является рис Вот Простой Простой Элементарный Вообще Выход Взяли Вставили в рис Там Набор генов Который позволяет Мусортизировать В бета-каротинах Внутри рисового зерна Не в листе Где он там Синтезируется Внутри зерна Вот Получили такой классный Желтый рис Там Проверили на безопасность Там Проверили Значит усваиваемость Этого бета-каротина Хотя вообще Вот глупость Да Когда выводили Картошку С повышенным содержанием Бета-каротина С помощью селекции Его просто вывели Сказали О, в нашей картошке Больше будет каротина Она более полезна И давай продавать Никто не проверял Здесь Все проверили Все по науке И уже лет 18 по-моему Или 20 Они вот все Ждут Ждут Когда Нет Не в 17 Там Реально с 2002 года По-моему Все испытания были закончены Если не ошибаюсь Но тем не менее Ждут Значит Когда же его Хоть день-нибудь разрешат А в это время В глобальном масштабе Счет там На жертву Идет там На миллионы Вот реально Вот он бы мог Кого-то спасти Но Нам не нужно ГМО Нам нужно Здоровое Натуральное питание В виде белого риса Ну можно делать Разные просто Симпатичные штуки Типа Яблок Которые Не темнеют Яблоки нарезки Кто-нибудь Не темнеет Яблок в салатике Чего-классно Это тоже уже сделано Тоже Движет Скажем так Регуляторного Разрешения В Америке И скорее всего Будет получено Но Многие там Торговые сети Уже отказались Это покупать Сказали Мы не будем Травить своих Покупателей Вообще-то Мало Какие яблоки Теперь темнеют Это еще Надо найти Яблоки Которые Буряли Это здорово Я не знаю Как бы Имеет Это отношение ГМО Нет Нет Это не имеет На самом деле ГМО Яблоки Буреть Перестали Практически Разрешивая Натуральная Агромка Где-то Не знаю Где-то Где-то Можешь Сделать Такие Классные Помидоры Создатели Этих Помидоров Немножко Преувеличивает Их Целебные Свойства Они Значит Туда Ставили Генов Которые Вырабатывают Эти антоцианы Антоцианы Считаются полезные Эти оксиданты Защищают от рака И так далее Создатели Этих Помидоров С одной Сторони Они вроде Как Научные Люди Поскольку Сделали Эту Генов С другой Стороны И решили Как-то Немножко Пошарблотанить И вот На эти Полезные Слои Соси Но тем не менее Это круто Эти помидоры За счет Повышенного Содержания Антоцианов А антоцианы Это Пестициды Они за счет Этого Долго хранятся Поскольку Их не едят Там Никакие Бактерии Грибы В отличие От обычных Помидоров Это Просто Симпатично И красиво Почему Почему бы Нет Вот Этот знак Вот Именно Вот Этот знак Красивый Зеленый Знак Не содержит ГМО Который Ляпает Пароль На все Я считаю Что этот знак На самом деле Его надо запретить Он не несет Никакой полезной информации Вот Его надо Вот так Вместо Этого знака Не несет Полезной информации Я работаю Для кредения Я считаю Слайд Покупать Я считаю У нас Должен быть Научный Подход Вместо Этого знака У меня есть У нас есть Другая версия Какая должна быть Знак должен Выглядеть Вот так Вот Чтобы любому человеку Было понятно Что когда он покупает Продукт геномедицины Что это Классное Полезное Это хорошо Для природы И для вашего здоровья Ну или в крайнем случае Или в крайнем случае Следующий знак Вот Можно разработать Вот такой знак Содержит ГМО Да Который Клеить На Все Абсолютно Продукты Поскольку Как я уже говорил Да Все Вся еда И все Мы с вами Увеляются На самом деле Геномедицированными Организмами Дальше Ну Попробуем Ответь Все таки На вопрос Свою версию По крайней мере Ответы Дать Что же Мы будем Есть Завтра Ну Сейчас Выбор Стоит У нас У всех На самом деле Достаточно Не то что Скажем так Общество Потребителей На самом деле Разделено Причем Очень Неравномерно Вот в эту сторону Все Почитают Вот это Полезное Натуральное Органическое Никто Не хочет Ничего Промышленного С пестицидами С гемотом С пищевыми добавками С гормоногроз С антибиотиками Несмотря на то Что второе Как бы Как минимум Не так же вредно Чтобы Не использовать воду То есть Меньше использовать Для этого Применяют Вот эту Специальную химию Которая обманывает Просто растение Растение Думает Что он получил Эту воду И оно живет Оно не умирает Агроном Кирилл Шокин Уверен Без химии Зелень тоже растет Пусть и не так быстро Но это того стоит Несколько лет Кирилл выращивает На своих полях Только чистые Овощи и зелень Периодически Проводит эксперименты Тестирует Импортную И нашу продукцию Вот это вот У нас голландский лук А это у нас Отечественный лук Вот голландский лук Он уже Полтора месяца Растет Но он даже Не дал ни одной стрелке А наш лук Он уже Дал стрелку То есть Это свидетельство о том Что он натуральный А этот У него просто Отключены Рефлекторы Старения Вот Вот И именно На самом деле Такие ролики Они по телевизору Которые Молодцы Но это Не по всем каналам Они толкают людей Не знаю Какой-то К абсолютной глупости Да Вот попробуй Попробуй органическую еду Или как твои Соответственно Прабабушки Называли его Просто еду Вот Люди Приваясь в какой-то Непонятной уверенности Что в древности Раньше еда была Вот Вообще Культура потребления еды Была Вот такая вот Давайте дальше Вот такая Но такая она была Только в одной Единственной книжке Потому что на самом деле Всю историю человечества Еда не была такой Всю историю человечества Еда была Вот такой Вот Потом она была Вот такой И вот такой она была Постоянная и регулярная Потом она была Вот такой И то что она Вот стала Наконец-то Вот такой Это заслуга Не тех Мужчин и женщин Которых там Которых обдурил змея Это заслуга вот этих всех людей, которые добавляли химию еду, которые модифицировали эту еду. Поэтому вопрос, на самом деле, и ответ на вот этот вопрос, зачем нам нужны все эти ГМО, зачем нам нужны удобрения, пестициды и так далее, на самом деле, ответ очень прост, очень достаточно прост. Потому что Мальтус, он не ошибся. Это глупо думать, что Мальтус ошибся. Его знаменитая мальтузианская ловушка, она существует. Человечество попадало в эти ловушки. И мы от нее никуда не убежали. Мы от нее обязательно попадем. Мы можем ее отодвинуть. И то, как сможем ли мы отодвинуть, зависит, на самом деле, только от нас. А сейчас, как ни крути, при человечестве есть проблема. Несмотря на то, что, кажется, все в изобилии, у нас есть проблема. У нас есть как минимум одна большая проблема, это глобальное потепление. И это проблема. Я ни в коем случае тут не призываю кого-то быть алармистом, там, и так далее. Но тот факт, что при изменении климата мы будем испытывать какие-то пертурбации с производством еды. И это может стать проблемой с учетом того, что вот это производство, оно на самом деле будет нестабильно. Мир сейчас глобальный. Если когда-то вот эти всем энтузианские кризисы, они происходили локально где-то в рамках одной страны или в одной части света, то сейчас мир глобальный. И производство еды, оно тоже глобальное. И любая вот эта вот... Кризис, он не случится в одной точке с планетой. Он не случится в России, там, или в США, или в Африке. Если он случится, он случится, к сожалению на всей планете и вот эти люди которые в результате призывают нас запрещать гмо или вот эти аналогичные только уже наши советские товарищи в принципе ничем не отличная тех вот они не делают никому лучше они как раз нас толкают к тому чего очень не хотелось бы вот эти тоже на самом деле в общем смысл в том что в то время когда люди голосуют дайте пчелам шанс уже пора бы как бы не кончилось тем что пчелы не начали уходить на демонстрации говорить дайте людям шанс большое спасибо у меня там есть еще немножко зарисовочка если кому-то интересно про натуральный шоколад этом осталось я просто не знаю по это время не хватит поэтому как-то я отдельно унес натуральный шоколад все знают а классный продукт вот по всем телевизорам говорят что натуральный шоколад он полезный вкусный сейчас вот правда начали поделывать добавляю вместо полезного какао масло это гадость масло заменители какао пальмовый жир вот на самом деле шоколад таким быть не должен вот просто посмотреть каким должен быть шоколад вот это вот натуральный какао вот это вот так она растет а все что с ним происходит дальше на самом деле является не натуральным процессом первые кто сделали с какао ненатуральный напиток были были ацетики ну неважно кто-то был там в этой мая ацетики кто-то был там в америке кто значит из какао научился его делать некую аналогию пила бродить и вот это вот горькую муть с плавающими кусками жира предположительно они значит пили потому что это вероятно бодрило ну и опять же это было вкусно потом колумб попробовал и после него другие соответственно там испанцы португальцы привезли какао европу и испортили этот напиток испортили этот натуральный полезный древнеамериканский напиток они начали добавлять но сахар вот это вот искусственная пищевая добавка которому они испортили полезный натуральный продукт они начали добавлять его молоко они 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 начали вообще технология какао да кстати даже сама жарка как она подразумевает того что он натуральный потому что жареного какао в природе не существует натуральный какао должен быть свежий сорван из дерева то что жареный там уразуются какие-то химические вещества в процессе жарки которых какао не существует но мы это жарим то есть вот это тоже ненатуральность потом люди уже европейцы по моему это был кедворе значит они научились разделять какао жареный перетирать разделять на какао масло какао порошок то есть взяли натуральный продукт разделили зачем-то на две составных части чтобы смешать потом готовые шоколадные плитки но на этом они не остановились они взяли какао порошок и научились его обрабатывать щелочью так сказать подвергать локализации при этом какао порошок начал менять цвет начал менять вкус и аромат начал черенять присущую натуральную горечь который так ценили соответственно древние индейцы и соответственно изменил химический состав потом потом они когда этот локализированный уже практически в нем уже практически ничего не осталось натурального какао порошок смешали с чистым рафинированным какао маслом они зачем-то его начали вымешивать конечно это называется конш машина и это специальная технология конш машина подразумевает что какао там вымешивается при этом теряется вода происходит дополнение какие-то химические реакции все это становится более равномерно то есть более того после этого вымешивания после конширования они придумали еще процесс они придумали темперирование то есть они оказывается какао масло оказывается существует в нескольких нескольких физических модификациях кристаллических вот и нам нужна ценность только одна не то натуральная которая образуется которая то одна искусственно эту чтобы получить именно эту модификацию кристаллов нужно подвергать специальной температурной временной обработки по факту по факту по факту вот еще раз получается в результате вот этот умный шоколад в котором на самом деле нет вообще ничего натурального натурального какао с точки зрения химии дальше и опять же за счет того что мы не подвергали вот это специально температурной обработки теперь это даже физика какао масло она на самом деле искусство и и не существует в природе этих кристаллов какао в том виде в котором они существуют в шоколаде и последний момент который придумал человек он придумал совсем совсем небольшую замену он взял один жир триглицерид и заменил другим жиром триглицерид точно таким же просто дешевле вот триглицерид жирной кислоты из одного источника он сменил на триглицерид жирной кислоты из другого источника одну молекулу заменил на точно такую же после этого в нашем понимании этот шоколад перестал быть натуральным если не угоняют может если нас не выгоняют от ну ладно давайте про картофель картошка тоже натуральная сегодня в отличие от геноминистерной картошки натуральный картофель он вот такой вот это даже не натуральный натуральный картофель он еще меньше тот же, который есть в Америке и жил в Америке дальше дальше вот а это современные разновидность современных видов геноминистерного картофеля все они отличаются от натурального тем что соответственно в нем изменены какие-то гены соответственно клубни превратились в таких разнообразных симпатичных мутантов которые можно встретить иногда в магазине это колорадский жук колорадский жук как известно является вредителем натуральной картошки не геноминистерного вообще он является вредителем картошки и он приспособлен к этой картошке за счет того что он умеет в отличие от других жуков переваривать солонин вот но проблема в том что картошка не является натуральной пищей колорадского жука потому что когда колорадский жук всю жизнь питался вот этим колючками вот в одной части Америки северной а картофель рос в другой части где-то там в латинской Америке и когда человек взял вот тот совсем дикий древний картофель начал ее геномодифицировать чтобы у него клубни стали ну искусство тогда случайным образом геномодифицировать чтобы клубни стали крупней и случайно привез его к колорадскому жуку тогда колорадский жук совершил ненатуральный себе поступок он сменил сырьевую базу то есть он с натуральной еды перешел для ненатуральной для себя на картофель а вот он соответственно его личинки поедает картофель дальше а потом появился картофель ГМО уже настоящий ГМО трансгенный то есть картофель в ген которого вставили специальный ген бактерий вырабатывающий токсин смертельный для колорадского жука безопасный для человека но смертельный для колорадского жука так что картофель а значит колорадский жук перестал есть этот картофель все вернулось на круги своя вот как было когда-то давно в натуральном виде колорадский жук не ел картофель вот так к этому мы и пришли колорадский жук снова не ест картофель это здорово для всех в том числе для жука наверное потому что пусть идет ест назад опять свои колючки а потом появился Всех Гордеев бывший министр сельского хозяйства ныне губернатор одной из регионов который сказал удивительную по своей фразе ГМО картофель не ест даже колорадский жук из-за этого нарушается пищевая цепочка вот хочется меня спросить его какая именно пищевая цепочка во всей этой схеме нарушилась опять же с учетом того что на самом деле получение вот этого самого картофеля который не ест колорадский жук мы вернулись к той самой натуральной цепочке которую когда-то вот сами не испортили это уже по-моему не из этой истории что там проще я просто не понял а по-моему а по-моему а по-моему а по-моему мне интересно вот изменяя генотип получая какой-то фенотип в итоге то есть мы получаем какой-то белок который ответственен за интересные свойства за новые свойства но можем ли мы говорить что полученный продукт абсолютно без рейтингов то есть мы дом issать ни один белок это сложный процесс мы не можем готовить что что-то я от throne что мы не можем говорить что что-то абсолютно безвредные на свете ничего абсолютно безвредного вот когда я работе к вам говорят сначала докажите полную безопасность мы показывали свою интеллектуальную неполноценность ничего на свете не выcando абсолютно безопасного В том числе, соответственно, получая что-то в результате генномодификации, у нас есть некий элемент риска. Но, и тут ключевой момент, мы не должны этот риск рассматривать с численного выражения, там, 0,5% или 3%. Мы должны рассматривать в сравнении с теми рисками, которые уже есть. Насколько эти риски с генномодификацией становятся больше или меньше существующими рисками. Вот на сегодняшний момент это факт. По отношению с теми методов выведения селекции, о чем я говорю, мотогенез, радиационный и так далее, даже просто гибридизация, риски при генномодификации намного ниже. А, соответственно, результативность намного выше. То есть, в данном случае выбор для логового рационального человека, он очевиден, что ГМО это перспективно, потому что плюсов больше, минусов меньше. Но риски есть, безусловно, можно обязательно что-то сломать ненароком и не заметить этого. Но это можно сделать и в селекции, это регулярно происходит. Никто, правда, не знает, в чем они могут состоять. Ну, обычно, да, все, скажем так, пока никакого-то очень серьезного, известного, зафиксированного случая вреда от ГМО нет. Вот есть какие-то частные то там что-то, то там что-то, но это всегда на уровне шума. А если мы говорим о ярких высказываниях госпожи Ермакова или господина Сиролини, то там просто, извините, там просто клиника. И фиар, и фиар, да. Как и в случае сиральни. Скажите, а если, я правильно понимаю, на сегодняшний день существует огромное количество правильных полезных нужных ГМО, культур, которые где-то хранятся у нас в рабочих, А, зная современный мир, вопрос, а почему до сих пор никто не из Пьера не выложил на черном уровне? Может быть, кто-то из Пьера выложил, скажем так, где купить, не знаю, я уже там пытался там по своим каналам найти ГМО картошечки для мамы с папой. В конце концов, когда стало ясно, что равные лихозы над этой СОИ засадят всю страну, и она уже вообще ничем не будет регулирована, парламент, наконец, принял закон о регулировании ГМО. Так что экономика все-таки не последняя. Экономика здесь играет очень важную роль. Собственно, именно экономика, в том числе экономика, ограничивает распространение этой технологии, потому что на сегодняшний момент схема везде такая. Во-первых, там той же Монсанти, да, ну, или какому крупному производителю там этого ГМО, ему не выгодна, скажем так, доступность ГМО на рынке, потому что это их деньги, да, вот они продают это ГМО, СОИ, ГМО, Кукурузы, они довольны, им не надо выводить красиво, им не надо, чтобы появилась дешевая, красивая технология там ГМО томатов, потому что как только стоимость технологии унижается, барьер фода на рынках конкурентов снижается, они теряют свои деньги. Вот, и регулированы сейчас на государственном уровне, но это с их стороны, да, с государственного, с государственного, с государственного, с средним вывод на рынок одной культуры, не разработка там в лаборатории, а именно вывод на рынок, вся процедура там занимает порядка 10-15 лет, и стоит там с полмиллиарда долларов, то есть это сравнимо с выводом лекарственного препарата, что есть, в общем-то, деньги колоссальные, обычные маленькие конторы практически недоступные. Вот это, к сожалению, это очень большой минус вот этой современной сложившейся экономики. После чего нам рассказывают, что нет ни одного ГМСО, который не был бы создан гигантскими транснациональными корпорациями. Ну да, так же как... Почему бы так? Ну, на Калинии плохо индустрируется, или нет, сорт. Не, ну у нас есть вроде в России своя там картошка, она хотя получена там по их технологиям, с их помощью, этот сорт, я не помню, Елизавета там сорт называется, это устойчиво как раз кавородскому, он же курс считается чисто российским. Ну, зато он, кажется, к кавородскому очень неустойчивый. Это я не знаю, честно. Требует, по-моему, более высоких температур, чем мы можем ее предоставить, вот это я не знаю, честно. Есть все такие ограничения, то есть она может быть расслаблена в Украине, а для России она просто слишком теплолюбимая, я, по крайней мере, вот в таком смешиваю. Я допускаю, да, наверное, это возможно. Жук-то может и не живет, а урожай будет минимум. Тут уже так же, как и с обычными сортами, тут надо как-то, соответственно, под каждую зону там что-то думать, что-то подстраивать. Я желаю, не переживаю, теперь у меня фобия, как бы органического ничего не купить, случайно. Не-не-не-не-не, ну тут просто надо понимать, что я все-таки там, скажем так, утрировал и приводил некие единичные примеры, да, на самом деле, конечно, никакой органической еды человек не отравится. И в принципе, я придерживаюсь к тому мнению, что она по качеству примерно такая же, как и неорганическая. То есть, скажем так, есть, и в принципе, все исследования показывают, что по своим как бы питательным свойствам, по своей безопасности, и то, что органика, у нее там немножко больше риск, у вас, грубо говоря... Большое дополнение, вот именно по поводу органики. Для человека-то она, конечно, вполне безопасная. Ну, по крайней мере, если там ее не росли, там, вот самый кювет в большой магистрали. Ну да, да. Что в России, кстати, тоже бывает. Но дело в том, что там пораженность в разы ниже, и это значит, что для производства того же количества еды уходит больше земли. А где ее взять? Ну, это, собственно, о чем я говорю, что Мальтов, он как бы не спит. Да, вот этот шаг назад, он на самом деле плох. В глобальном смысле, потому что... Мальтус, тема отдельная. Просто это означает, что это земли, изъятые из природных экосистем. В том числе, да. То есть органическое земледелие, это экоцид в чистом виде. Согласен. Просто само, под самой своей идеей. Уже не задаваясь тем, какие они там инфицины считают натуральным. Я абсолютно согласен. Мало того, тут еще вот эта история, знаете, с коровами типа. Коровы на чистом луговом выпасе, они типа более экологически чистые. Те, которые выращивают закрытых коровников. Но какая глупость. Корову, которая ходит по лугу, топчет там птичьи гнезда, вытаптовая траву, она убивает вот эту экосистему, этого луга, да? Это, черт, я знаю, вопрос спорный, потому что, как бы, в наших зонах вообще травяные экосистемы существовали только при поддержке копытных, которые не давали там лесу выросить. То есть от либо... Нет, я потому что... Нет, я потому что невозможно назвать природную экосистему, на самом деле, на которой пасут коров. Вот это глупость. Вот природная экосистема, это где лисы бегут за зайчиками. Я могу сказать, что это вот такая замена тем пурам, которые тут посвечисли, значит, до того, как человек обучил себя хозяйством. Это вопрос очень скользко, страшно. Но вот, что это действительно, если речь о христиниеводстве, что это земли, отнятые у природы и убитые, потому что если нельзя применять гербициды, значит, единственный способ борьбы с сорняками, так вот, если это не на грядке, а в масштабах поля, это культивация, культивация и культивация, а это означает эротский. Так что рубль, отданный за органическую еду, это рубль, вложенный в уничтожение биосферы. Ну, может, не рубль, копейки 70. Нет, нет, ну всё, вот это вы финансируете уничтожение биосферы. На нашем берегу, вот, в Волге, коров нету, а на другом есть. Как отличается троластой? У нас трава с меня ростом, там, видовой разнообразий, безумный. А на другом берегу газончик и эрозия. Всего, в конце концов, всего 250 коров. Чуть бы больше шума, может, было бы эрозии издевать. Ну, они постараются, и эрозия там есть. А вот говорят, что медитарянство повязано в экономике, то есть, если больше здесь станет медитарянцами, то можно освободить базовища, бла-бла-бла, вот это всё. Ну, это правда тут, как бы, да. Это неправда. Нет, на самом деле, почему это правда? Это всё ещё неправда, потому что, если бы человек мог есть зелёную массу... Нет, я не в этом смысле. Я, нет, в смысле, я сейчас, ему сейчас говорим, если мы говорим о... О, грубо говоря, что, переставая есть мясо, мы экономим огромное количество калорий. Вот, в общем смысле. Потому что та же корова, она, чтобы, значит, получить одну калорию коровы, нужно её и скормить 20 калорий коровы, если я не ошибаюсь. Вот, что, в общем-то, не очень... Сейчас, сейчас, сейчас корову... Зелёную массу, скажем так, скормлют очень ограниченное число коров, большинство коров скормлют вполне приличную пшеницу и кукурузу, и сою. Так что тут вот вопрос 8. Нет, нет, мы не говорим сейчас о траве, мы сейчас говорим, допустим, о зерне. То есть, даже если площадь, вот, сколько съедает одна корова, там, не знаю, с гектара, с этого же гектара могут кормиться гораздо больше людей, и тем, как это происходит. Нет, что, в общем-то, господи, какой-то расчёт приводил, по-биде забыл, для того, чтобы обеспечить всё современное человеческое, все миллиарды молочными продуктами, по-европейскому, существующему, душевому потреблению, то есть, там, 300 литра кубора, ну, что пастащик всего-то навсего, полтора миллиона квадратных килограммов. Этому хватит на весь сферёш, чтобы залить его молоко. Но там должны расти. Извините, даем травы. Просто у меня есть, скажем так, виски, но это повод, на самом деле, для дискуссии, потому что у меня есть немножко другие данные. Плюс не стоит не забывать о том, насколько разнётся селекция самих коров. То есть, есть какие-то породы, которые приспособлены для более... Ну, безусловно, коровы, да. Есть породы, которые существуют, только... Нет, ну, тут всё равно, как бы, момент, вот эти моменты энергетикам остаётся, что вот в корову нужно вложить еды намного больше, чем она этой еды производит. Но энергетически это окупается больше в организме человека. Не окупается. Я имею в виду в качестве полезности для белков, которые мы не сможем получить... Не, в этом смысле я ни в коем случае не призываю отказываться от мяса. В этом смысле я сам не совет, как бы... Ни в коем случае никого не провоцирую на веганство и так далее. Вот, но, как бы, с точки зрения реальной экологии... В условиях сельского хозяйства зелёную массу есть только ограниченное количество коров, которые вот именно на выпасе... Это действительно ограниченное количество коров. Всех коров, я знаю, 90% коров в мире кормят вполне нормальной кукурузой, соей, пшеницей, которые прекрасно пойдут на корм с Кантоновым. Нам, да. Да, тогда, в общем, кушницу сожрём. И даже больше. А то, наверное, в общем, экономически, мало нас, по-моему, не очень. Ну, это в русском традиционном хозяйстве, да, там, что... То есть, что видят коровы, то есть, коровы... То есть, эти коровы... То есть, на них отрицать не идёт. То есть, на неё тратится больше, чем она даёт. Потом, значит, обрадили же дали ничего не заводится. Ха-ха-ха. Вот там, вот там. Спасибо большое за... Неселающие попробовать странной беды. Ха-ха-ха. И до будущего. Вообще, чай и шоколад. Да. Да. Шконские пирожки и чай с шоколадом. Неселающие. Это школьная программа. Это самое возвращение к примитиву. Аудитория не также. Рочно не прошел. С автоматами brush thrive. Резanchной беды. Ага, думай. Вот и японцом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok